Два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. Соединенные Штаты впервые ввели санкции против компаний из Китайской Народной Республики, которые участвуют в разработке дронов для Рашистской Федерации. Ну, кстати, вот мы давно уже говорим о том, что Китай делает дроны для РФ. И вот вам реально документальное подтверждение. Именно из-за того, что идет производство дронов в Китае, и они передаются, или сборка крупных узлов этих дронов осуществляется в Китае, и России остается только сделать крупноузловую сборку. Вот Соединенные Штаты наконец-то раскопали в список этих компаний, и против них вводятся санкции. Речь идет об ударных беспилотниках серии «Гарпия», который Ижевский электромеханический завод «Купол», это дочернее предприятие Рашистского государственного производителя оружия «Алмаз-Антей», разработал и испытал в Китае с помощью местных специалистов. Ну, кстати, я вам говорил об этом, что в Китае испытываются, Рашистские спецы испытывают в Китае новые дроны. Госдеп США сообщил, что в связи с этим санкции введены против трех компаний и одного физического лица, связанных с разработкой и производством беспилотников. Подробнее о них не приводится, но Госдеп указывает, что это первые санкции Соединенных Штатов, введенные в отношения организаций из Китайской Народной Республики, напрямую разрабатывающих и производящих комплексные системы вооружений в партнерстве с рашистскими фирмами. Ну, а пока Госдеп Соединенных Штатов вводит санкции против китайских компаний, самолет президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приземлился в Берлине. Вчера поздно вечером. Глава Белого дома прибыл с краткосрочным визитом в Германию, где планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком Вальтером Штанмайером. Также будет все-таки встреча лидеров четырех стран. Это США, Франции, Великобритании и Германии. На которой они и напишут настоящую, реальную формулу мира. Вот где будет настоящая формула мира. А не то, что там мы носимся и всем показываем. Все скептически на нее смотрят. Самые лестные отзывы о том, что там надо еще, как сказал Марк Рют, и там надо еще много разбираться. Так вот, эта четверка, они напишут свое видение окончания нашей войны, где мы отбиваемся от агрессии Российской Федерации. И они под эту формулу, если они ее сами напишут, они под эту формулу дадут технику, вооружение и боеприпасы. Все дадут. И финансирование тоже дадут. Я сразу вам говорю, не рассчитывайте, что завтра или сегодня вечером мы услышим эту формулу. И все будем знать, все понимать. И понимать, как будет дальше происходить событие. Мы с вами сможем только догадываться по косвенным разведпризнакам. Вряд ли нам огласят весь вердикт полностью. Но, вот вам первый признак, разведпризнак того, что формула будет в нашу пользу. Одно из первых заявлений Джо Байдена на немецкой земле прозвучало следующим образом. Мы должны работать над тем, чтобы Украина победила, а Путин проиграл. Об этом заявил Байден, вступив на немецкую землю в Берлине. Также президент Соединенных Штатов отметил, что НАТО должен стать сильнее и более сплоченным, чем когда-либо. Кстати, НАТО, даже Олаф Шольц уже сказал, что он категорически против быстрого вступления Украины в НАТО. Но, этого и следовало ожидать. Я всегда, это моя оппозиция, я всегда об этом говорю, что нас здраво, посмотрев на вещи, понимаешь, что нас НАТО никогда не возьмут. Потому что кому-то надо воевать с Рашистской Федерацией. НАТО этого сделать по политическим мотивам не может. Они быстрее развалятся, чем смогут соорганизоваться для войны против Рашистской Федерации. Далее, в Берлине рассказали о новых поставках вооружения нашей стране. Украина получила от ФРГ еще 8 танков Leopard 1 версии А5 с запчастями к ним, 20 БМП Marder по одному комплексу ПВО Iris-T SLM и Iris-T SLM, SL, SLS. Они отличаются дальностью. Один комплекс ближнего радиуса действия до 20 км, второй комплекс среднего радиуса действия до 40 км. Самоходные артиллерийские установки, ударные дроны, различные виды боеприпасов и другое вооружение. Это следует из обновленных данных германского правительства. Кроме того, в новую партию военно-технической помощи вошли ракеты малой дальности с инфракрасной головкой наивидения IEM-9L. На сайте вооруженных сил ФРГ указано, что ракеты такого типа устанавливаются в германских ВВС на боевые самолеты RA-200 Tornado и EF-2000 Eurofighter. Ну, я думаю, что раз они нам их передают, эти ракеты, значит, и они могут устанавливаться на Tornado и Eurofighter, то я думаю, что они могут быть установлены и на F-16. Потому что пока что речь о передаче нам Tornado и Eurofighter не идет. А какой смысл давать ракеты вперед, а потом самолеты? Значит, скорее всего, эти ракеты будут использоваться нашими F-16, которые находятся у нас в строю. И мы там уже от Нидерландов начинаем получать... Нет, от Швеции начинаем получать их часть F-16, которую они нам должны передать. Буквально в ближайшие недели мы начнем уже получать еще одну партию F-16. То есть, нашего полку начнет прибывать. Как отмечается на сайте правительства Федеративной Республики Германии, с февраля 2022 года Германия передала Украине материалы из запасов Бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Общая сумма согласованной военной помощи Украины от ФРГ составляет 28 миллиардов евро. Вот такая арифметика была представлена, и вы можете ее проверить или прочитать даже в оригинале на сайте правительства ФРГ. Далее Чехия продолжит закупать боеприпасы для нашей страны. То есть, вот эта инициатива чешского президента Петра Павла, она продолжает действовать. В этом ей помогают Дания и Нидерланды. Говорится в совместном заявлении премьер-министров трех стран, то есть Чехии, Дании и Нидерландов. В частности, Нидерланды выделят более 271 миллиона евро на артиллерийские снаряды для Киева. И они, Петр Павел, президент Чехии, а нет, премьер Чехии Петр Фиала, подчеркнул, что Чехия призывает другие страны сделать то же самое. Это в интересах безопасности всей Европы. Вообще, 18 стран, включая Германию, Канаду и Португалию, собрали к июню месяцу текущего года 1,8 миллиардов долларов или 1,66 миллиарда евро для закупки 500 тысяч снарядов для Украины, в том числе крупнокалиберных, то есть калибра 155 миллиметров. Таким образом, удалось частично компенсировать невыполнение Европейским Союзом своего обещания поставить Украине миллион снарядов к концу марта текущего года. Об этом пишет европейское агентство АФП. Южная Корея, разведка Южной Кореи заявила о решении Северной Кореи направить в Украину на войну около 12 тысяч военнослужащих. Разведка АФП заявляет, что Северная Корея решила направить 12 тысяч военных для участия в войне в Украине. Об этом сообщает Ройтер со ссылкой на Южно-корейское агентство Йонхаб. Президент Южной Кореи в пятницу провел незапланированную встречу по безопасности с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне против России, против Украины. Участники встречи разделили мнение о том, что нынешняя ситуация, когда более тесные связи России и Северной Кореи вышли за рамки перемещения военных грузов, представляет серьезную угрозу безопасности не только для нашей страны, но и для международного сообщества, говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи. Кремль отвергает утверждение Южной Кореи о том, что КНДР могла отправить военнослужащих для оказания помощи РФ в борьбе с Украиной. Но мы знаем, что Кремль, как Кремль врет, Южной Корее нет смысла врать. Кстати, теперь у Южной Кореи появились все основания пересмотреть свой подход, свое отношение к поставкам вооружений для наших вооруженных сил. А я напомню, что Южная Корея это промышленный гигант в плане производства боеприпасов и техники. Южная Корея выпускает снарядов больше, чем все страны НАТО вместе взяты. Ну, чтобы вы понимали. Даже при том, что Европа пытается наращивать выпуск боеприпасов и Соединенные Штаты пытаются нарастить выпуск боеприпасов для артиллерии. И Корея сегодня их производит намного больше. Так что если Северная Корея... Кстати, я думаю, что на этом заседании по безопасности вполне мог и подниматься вопрос о вопрос возможности поставок вооружений для сил обороны Украины. Тогда было бы неплохо решить этот вопрос. И мы могли бы, конечно же, усилить наши огневые возможности и вообще нарастить боевые потенциалы наших вооруженных сил. Канада не отстает от всех остальных и планирует предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 64,8 миллиона канадских долларов. Это где-то 47 миллионов долларов США. Который будет включать стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение. Пакет помощи, который также предусматривает средства на обучение украинских военных, стал частью финансирования в размере 500 миллионов канадских долларов, которые были обещаны премьер-министром Канады Джастином Трюдо в июле текущего года. Об этом сообщает Reuters. Ну и не могу не прокомментировать разговоры о возрождении ядерного арсенала нашей страны, Украины. Да, действительно, президент, выступая в Европе, сказал о том, что... Ну, фактически, я бы сказал так, в ультимативной форме довел до наших партнеров... Не будем сейчас обсуждать саму ультимативную форму. Довел до наших партнеров, что нам надо либо быстрый прием в НАТО, либо нам придется возрождать наш ядерный статус. Ну и, конечно же, все понеслось по трубам, что Украина хочет рассматривать возможность восстановления запасов ядерного оружия. Кто-то из наших, там, можно в ЛАЦах, так называемых, даже сделал заявление, что мы можем за несколько недель склепать атомную бомбу. Первую, чтобы получить... Нам надо несколько недель, чтобы получить первую бомбу. Один украинский чиновник, занимающийся поставками вооружения. Вот такие вот заявления. Но офис президента уже дал заднюю полным ходом, что мы не собираемся ни за пару недель восстанавливать ядерный статус. Ну и вообще, как обычно, нас неправильно поняли, вы не так услышали и не то подумали. Смотрите, давайте разберем ситуацию с ядерным оружием. Так вот, я начну с того, что мы не ядерная страна, а мы ракетная держава. Вот в чем фишка заключается. Украина на территории нашей страны никогда не производилась ядерное оружие. Никогда. Еще раз подчеркиваю, у нас нет ни технологий, ни производства ядерного вооружения. Раз. Да, у нас есть компоненты, у нас есть уран. Кстати, не самый худший, по-моему, мы входим в пятерку уранового запаса урана на территории нашей страны. Но, во-первых, надо начать с того, что... Вот ракету мы построить можем. Любую можем построить ракету. И межконтинентальную баллистическую ракету. И ракету, которая может выводить грузы на околоземную орбиту. Это, пожалуйста, тут у нас конструкторская школа просто. И можем даже реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня тоже можем и сконструировать, и производить. Я имею в виду боеприпас «Альха» для систем РСЗО «Смерч». Ну, сейчас мы ее называем «Система Альха». Переименовали под наш мотив. Вот. Здесь мы доки, здесь мы профессионалы, мы ракетная держава. Но, теперь давайте разбираться с ядерным боезарядом. Во-первых, надо начать с того, что у нас нет технологии, как я уже сказал, и нет производства. Во-вторых, для того, чтобы... Я иду с конца, от самого ядерного заряда. Для того, чтобы произвести ядерный заряд, нужен обогащенный уран. У нас нет обогатительной фабрики. Насколько я помню, единственный раз Украина попыталась, это во времена премьерства Тимошенко, по-моему, попыталась Украина построить обогатительную фабрику в Желтых Водах. Там, где находится месторождение урана в нашей стране. Ну, тогда Российская Федерация сделала все, чтобы этот проект не умер, не родившись. Поэтому, это был, по-моему, где-то 2007 или 2006 год, или 2008 даже год. Была попытка создать проект и построить обогатительную фабрику. Мы этого не сделали. У нас нет ни производства, опять же, технологию, я думаю, купить можно, хотя у нас технологий тоже нет. Обогащение урана. У нас было 90 килограмм обогащенного урана. Он находился в Институте ядерной физики Академии наук Украины. Но, это был первый шаг в сторону Российской Федерации Януковича на посту президента нашей страны. Помните этот скандал? Ну, в обществе он вызвал скандал. А так Янукович покорно отдал, это было одно из первых, еще раз говорю, шагов. Он отдал вот этот обогащенный Урал, отдал Российской Федерации. Вот, поэтому у нас, даже на территории Украины, нет ни одного килограмма обогащенного урана. Ну, и еще один нюанс, может быть он, в принципе, не особо значимый, но, тем не менее, еще один нюанс. Месторождения урана, они хоть находятся в собственности государства, но их надо забрать, вернуть в государственное управление. Сегодня они находятся под управлением наших олигархов. По некоторым источникам информации, часть тех, кто сегодня арендует эти копалы, эти месторождения, относятся, аффилируются с Фирташем. Вроде бы как его структуры контролируют добычу урана, не знаю, до сих пор или не до сих пор, но ранее такая информация в средствах массовой информации появлялась и в интернете тоже появлялась. Так что, но, и теперь смотрите, практически нам надо будет начинать с нуля. Абсолютно с нуля. Посмотрите на Иран. Сколько понадобилось Ирану для того, чтобы создать ядерную программу. Это при том, что Российская Федерация им помогала всесторонне строить обогатительную фабрику, давала технологии. И сегодня Иран крутит центрифуги. И год назад было сообщение о том, что они дошли до уровня обогащения 60%. Для производства ядерного заряда необходимо уровень обогащения урана где-то под 90%. Кстати, мы имея огромнейший запас урана на своей территории, мы топливные элементы для своих атомных электростанций сначала покупали в Российской Федерации. Сейчас мы покупаем в Соединенных Штатах Америки. Ну, для понимания я скажу, что рынок ТВЭЛов, топливных элементов для атомных станций, когда мы их покупали в Российской Федерации, объем этого рынка был где-то приблизительно 34 миллиарда долларов. Это при том, что у нас своего урана, ну, хоть залейся, хоть заешься по уши. И причем у нас есть и открытые карьеры, где находится руда, содержащая уран, и шахты, где мы можем добывать эту же руду, ураносодержащую. Но мы покупали, то есть нам надо начинать с нуля. Это долгосрочная программа, и которая потребует ни одного миллиарда долларов вложения, для того, чтобы это все построить, это все создать, всю эту цепочку оформить. Ну, есть, правда, короткий путь возобновления ядерного оружия. Мы просто-напросто можем ее купить, эти ядерные боезаряды. Тут единственный вопрос, который является главным и ключевым, а продадут ли нам? И если продадут, то кто рискнет сегодня продать нам готовый ядерный боезаряд, для того, чтобы мы возобновили свой ядерный статус? Поэтому я думаю, что эти разговоры, они больше похожи на политический популизм на сегодняшний день. Это вот все, что касается, все, что я хотел вам рассказать о возобновлении ядерного статуса Украины. Ракету создать под него мы можем, хоть сейчас, хоть сегодня, в кратчайшие сроки. А вот с ядерным боезарядом, ну, вот такая тяжелая ситуация. Мы даже не на стартовой линии, не на старте по началу или разработке ядерной программы. Ну, и пару новостей из-за поребрика. Что же творится на болотах? На болотах, ну, из такого, то, что проходят на Дальнем Востоке около 10 тысяч подготовку северокорейские войска, мы уже об этом знаем. Кстати, 11 тысяч, говорит нам наш главный разведчик, генерал Буданов, проходят подготовку на территории Рашистской Федерации. Ну, в Рашистской Федерации, как всегда, есть и курьезные моменты. Например, на Сахалине решили перевыполнить план и сухогруз перегрузили щебнем. В результате чего от перегруза он дал крен и затонул, перевернулся и затонул. Из семи человек экипажа четверо числятся пропавшими без вести. Ну, и, соответственно, Рашистская Федерация ждем, когда же Госдума решится, она или не решится, ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Потому что от этого зависит легализация нахождения северокорейских военнослужащих на территории Рашистской Федерации. Только Рашистской Федерации территории. А пока Кремль идет в отказ и говорит, что все это фигня, никаких северокорейских солдат на территории Рашистской Федерации нет. Хотя мы точно знаем, что они есть даже на территории нашей, на оккупированной территории. В качестве военпредставителей, которые занимаются, видимо, передачей оружия и обучением Рашистских специалистов. Даже той же стрельбе из северокорейских гаубиц самоходных, которые сегодня Северная Корея, я так понимаю, начнет передавать Рашистской Федерации. Ну и, наверное, еще и других видов боеприпасов, ракет и прочего.